МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новый шелковый путь в обход России. Накануне из Поднебесной в Грузию прибыл первый транзитный контейнерный поезд. На Тбилисском вокзале поезд встретили премьер-министр Грузии, министры экономики и иностранных дел. Новый шелковый путь через грузинскую территорию втрое сократит время доставки грузов из Китая и Южной Кореи в Европу. Отныне время доставки – две недели вместо полутора месяцев. Таким образом, Грузия превратится в мультирегиональный центр, соединяющий Европу, Восточную Азию, Индию, Центральную Азию и Ближний Восток. При этом грузы будут доставляться из грузинских портов не только в Турцию, но и напрямую в Европу через Черное море. Контейнеры, груженные электроникой, были отправлены из Китая 29 ноября, прошли по территории Казахстана, затем через Каспийское море были доставлены в Азербайджан, а далее по железной дороге прибыли в Тбилиси. Напомним, еще совсем недавно кремлевские СМИ на перегонки вещали о том, что новый шелковый путь в обозримом будущем будет проходить по территории России. Хабаровск может стать транзитным пунктом в российско-китайском проекте «Новый шелковый путь». Лидер Китая Си Цзиньпинь сегодня прибыл в Москву на торжества по случаю 70-летия победы. Уже прошла встреча с Владимиром Путиным. Лидеры двух стран подписали совместное заявление о состыковке Евразийского экономического союза и мегапроекта «Шелковый путь». Это будет прорывом в отношениях России и Китая, считают эксперты. Скорость и простота доставки вполне смогут привлечь новых клиентов на стальные магистрали, считают эксперты. А железнодорожники готовы работать над упрощением формальности на таможне и просчитывать единые тарифы для грузоотправителей. Но северная ветка этого пути пока лишь в проекте. Неизвестно, когда она будет запущена, да и будет ли вообще реализована. А тем временем грузы по южному направлению через Грузию пошли полным ходом, наполняя бюджет страны, которая теперь может получить финансовую независимость от Москвы. В этой шелковой логистической многоходовке выигрывает и Украина. В конце ноября 2015 года представители крупных транспортно-логистических операторов Турции, Казахстана, Азербайджана и Грузии на встрече в Стамбуле приняли решение учредить консорциум с целью транспортировки грузов из Китая в Европу через Украину. Так что китайские жида-турко-бандеровцы и здесь насолили Кремлю. А Путин снова всех переиграл.